Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Апогин Александр, я врач-стоматолог, работаю в Москве. Сегодняшнее видео будет посвящено лицензии на видео с канала «Правдивая стоматология» профессора врача-какпеды, главного врача клиники стоматологии Ремчужины в городе Смоленск, а также заведующего кафедра партопедической стоматологии в Смоленском университете медицинского Абалмасове Николай Николаевич. Вот он на своем канале ведет рубрику «Правдивая стоматология», рассказывает видео разные, поднимает тематики какие-то такие. Ну, в принципе, частотность каких-то вопросов, она имеет определенную корреляцию, то, что действительно он рассказывает о некоторых стоматологических нозологиях, видно, что старается, но получается у него не всегда. И одно из видео попалось мне в стоматологической выдаче, называется «Зубский стой перелечивание». Я послушал видео небольшое, снятое традиционно, как я такой термин делал, по-абалмасовски. Значит, это там порядка шести минут, чуть меньше. К сожалению, в видео присутствуют ворованные иллюстрации, это очень типично для Николая Николаевича Абалмасова. Технический специалист, который готовит для него видео, видимо, настолько низкоквалифицированный в своих возможностях, что он не может создавать тематические иллюстрации и грамотные нормальные коллажи, то есть это все выглядит просто отвратно. Но не менее отвратно само содержимое ролик, который Николай Николаевич попытался записать, опубликовал. Что с ним не так? С ним типичная проблема терапевтши перед камерой на записи в YouTube. Что-то рассказывает, что может, что знает, но там вообще не об этом речь. Николай Николаевич не вводит для нас дефиницию. Где-то он пытается нам рассказывать, у него есть видео, как пациенту оценить компетентность врача. Хотя зачем пациенту объяснять компетентность врача, определять, он не может сказать. Это, блин, чушь. А вот здесь надо бы пациенту объяснить критерии качества стоматологической, терапевтической, эндодонтической работы. Но вместо этого Николай Николаевич такой вот мягенький, тепленький что-то такое вот из себя рассказал. И вроде как мы должны участвовать. Нет, нет, это чушь. Видео не содержит для пациента понятных алгоритмов. Во-первых, проясняющих реальную причину возникновения у него кисты около зуба, запланированного ранее эндодонтическим. Мало того, не всегда киста образуется у только запланированного зуба. Это тоже в видео не было рассмотрено. То есть, очень все однобоко и половинчато, и неграмотно, и некомпетентно. Николай Николаевич, у вас терапевтические и хирургические темы, это самые-самые безграмотные ваши видео, которые вы записываете. Значит, по поводу зубовских историй. В результате травмы у зуба может поднимать сосудисто-нервный кучок. Продукты распада этого участка сосудисто-нервного русла в зубе, пульпы, будут выходить в фериодонт, в участок кости, окружающий верхушку корня зуба или верхушки корней, если зуб на корневой. Это токсичные вещества. Сформулируется такой вот антисептический воспалительный очаг. И ленинологически это будет выглядеть как киста. Киста по-латински это полость, это мешочек, выставленный соединительно-тканей такой вот материей, внутри которого есть определенная жуткость, которая генерируется клетка на кисле. Это первый вариант. Вот зуб с кистой, ничего не было, ой, у вас киста у этого зуба, а я ударялся раньше, вот сценарий. Почему вы нам такие простые вещи не рассказали? А вот теперь сложное. То, что Николай Николаевич попытался нам рассказать, а получилось как обычно такая терапевтическая ересь. Значит, если зуб был по какой-то причине ранее запломбирован, вот этот сценарий, это очень распространенный сценарий, он перекликается с недавно опубликованной на канале моего очень уважаемого коллеги, видеоблогера, стоматолога Владимира Тимча-Коровкина, видео о том, что давайте вся страна будет стоматологами, вот, что там он поднимает вопросы гидрогении, то есть медицинских ошибок. И здесь можно поднять вопрос о том, что в части случаев причина возникновения кисты может быть гидрогенная причина, но, как сказать, есть гидрогенные ошибки, то есть такие прям преднамеренные, серьезные ошибки, а есть гидрогенные факторы. То есть это просто вот часть процесса, в которую участвовал врач. Она, может быть, делалась хорошо, все старались, все даже было по клиническим рекомендациям, утвержденным Минздравом в России, но получилось запланировать зуб только так, что в результате образовалась сферная киста. Вот реально все было сделано по так называемым клиническим рекомендациям. Киста все равно есть. Запланировал же это врач, значит, фактор участия врача будет. Значит, это гидрогенный фактор кисты. Вот. А теперь причина. В подавляющем большинстве случаев это всегда только одно. Микробы. Микробная флора, находящаяся в полости рта, попадающая, например, первая, уже, ну как, зуб запланировали. Пока что я буду рассказывать хороший, нормальный сценарий. Поставили пломбу, шов между пломбой и зубом сладенький, долго не продержался, образовалась щель поднутрением, микробы туда попали, дальше стали продвигаться по границе материалов пломба-зуб, достигли системы корневых каналов, деградировали, инфицировали, контаминировали материал в корневых каналах и продукты их жизнедеятельности стали выходить в область перепекательных участков кости и сформировали там кисты. Почему? Ладно, хорошо, но почему это произошло? Одна из гипотез это то, что врач делал всю эту работу без применения системы Праберта, без изоляции. Значит, он не смог досконально качественно заизолировать зуб, если это была утрата боковой стенки контактного пункта зуба. Очень часто это бывает, это очень распространенная зоология. До трехчетверти работы, это практически работа со вторым классом терапевта, использовала однокомпонентную бондинговую систему. В силу того, что отсутствовал Раберта, он не применял порошкостульную обработку оксидом алюминия. Естественно, что такой шов долго не проживет. Может быть, еще хлеще. Вот это я уже считаю нейтрогенной ошибкой. Выполнялась вся та же самая работа вообще без того, чтобы восстановить стенку зуба перед началом бондинтической работы. Вот это плохо. Естественно, что все это привело к тому, что материал галактик корня зуба испортился. Значит, может быть, еще какие-то варианты, такие как фрагментация бондинтического инструмента в зубе. Но в каком состоянии? То есть, может быть, это был однокорневой зуб, бывает такое. В зубе было острое воспаление, еще не инфицирующаяся, не погибшая пульпа. Это один сценарий, одна вероятность изменивания кисты. В зубе уже был сильно инфицированный процесс с гноем, с инфекцией и отлом инструмента в таком канале. Это 100% на киста и рецидив. Может быть, доктор запландировал канал и все хорошо, не сделал сверху при антитонтическом восстановлении, отправил к ортопеду поставить стекловолокое, культивую штифтовую вкладку, ортопед, значит, все это разворачиваю разверточкой, поставил ваточку за щечку, натекла слюна, все это заклеилось, значит, с вкладочкой киста образовалась. А терапевт все хорошо сделал, ортопед просто лошара полечная, такая, что я ничего не понимаю, что надо делать. Вот, тоже сценарий. Соответственно, и таких еще вам штук пять можно назвать вариантов, вот как это все развивалось. Соответственно, вот теперь мы пришли, вот этот человек с зубом с кистой, у него может быть разное количество кист, у разных корней. Николай Николаевич назвал, что самая тяжелая тема, и так, это распространяемка каналов. Ну, может быть и так, это не принципиальный вопрос. Если пациенту, во-первых, надо объяснить, что у него произошло и почему. если пациент не проявляет интереса к тому, что у него потушок с кистой, даже стоит не проявлять, даже если он скажет вам, да, вот мне помпировали в какой-то клинике в Смоленске зубы, значит, без кафердама, вот эти киста, доктор мне сверху еще культивую, штистовую вкладку туда влепил, значит, мы сейчас с ним еще коронку будем делать после рыбалки. Но у вас уже киста тут, вот такая штука. То ему надо объяснить, что надо сделать, чтобы предотвратить повторное образование кисты после перелечия. Значит, доктор должен работать с кафердамом Николай Николаевич, проверить целостно ли периметр зуба, нет ли трещин в зубе, убрать старые пломбы, сделать новый плитодонтический билдап, сформировать прямой доступ в корневые каналы, чтобы не сгибался лишний раз инструмент. На все это может идти один визит часовой, это в лучшем случае. Распрундировать каналы, вынуть оттуда весь пломбировочный материал. Содержимое каналов может быть очень разное. Причем оно может быть разное еще и в разных сочетаниях. В одном из каналов может стоять анкерный штифт на минеральном цементе, в другом может быть заплобированный гутаперчий, а третий канал может быть забитый цементом или резерцинформалином, потому что история каналов у наших пациентов очень длинная, сложная, комбинированная. Врачу-ведонтисту достается зуб, в котором уже побывало несколько врачей со своими методиками, и что-то они вот там делают. Ответственность этот врач, который лечит этот зуб у этого пациента в данный момент по обращению, несет только за самого себя, ни за какого парня, никакой ответственности не несет. Это какие-то байки склепа, которые рассказывает Николай Николаевич Балмасов в этом видео, это чушь. Поэтому работа может идти качественная, правильная, она определяется не количеством снегов, которые мы нащелкали в клинике, а количеством этапов, которые прошел с этим дубом. Извлечение антианого штифта, распландировка, ирригационная обработка корневых каналов, про это Николай вообще ничего не сказал. Так вот, ирригация корневых каналов может занимать несколько резидентов. Это проводится всегда гипохлоридом, это хлорка, понимаете, она разлагает любую органику. Это делать можно только если пациент одет кофердами. Хлорку обычно активируют альтразвуком. Тоже очень важная технология, ключевая технология в эндодоните, одна из ключевых. Вот где все это, нет никакой информации у Николая Николаевича, ну просто распландировали, запландировали, и показывают нам геноски снимки. Вот если они запландированы каналы вот так, а снимок показывается просто ублюдский, то есть там один из каналов на миллиметр не запландировал, а второй на миллиметр овер выведен за верхушку. И говорят это вот тогда качественно. Оно и по рентгеновскому снимку некачественно, это первая однозначная и конусность каналов, которые там выполнены, но я бы не сказал, что оно хорошее. И второе, мы не знаем, как этот зуб был запландирован. Если на рентгеновском снимке нету рентгенологические рентгеноконтрастные тени от лампа для фиксации Роберт Дам, говорить и утверждать, что этот зуб запландирован качественным, это дичайший совок. Вот, вот что это такое, а не видео. То, что вы вам рассказывали Николай Палач. Поэтому пациенту это надо все объяснить. Пациенты иногда очень сильно расстраиваются, что так произошло. У меня есть пациент, как раз, он не Смоленского, он там рядышком соседнего города, у которого все зубы, которые у него запломбированы каналы, периодонтиды. Мы их распломбируем, пациент очень логичный, он программист. Он все, если ему все объяснить, он все понимает. И когда вы закончили перелечивание крайнего зубов, в котором был такой диагноз, он сказал, почему мы не все зубы запломбировали вот так. Он отметил, что у него так ничего не делали, его лечили без Робердан, с каким-то штифтами, у него зубом ничего не мыли. И это же системная ошибка, вот мне доктор делал зуб за зубом, все пришли к этому знаменателю передойти, значит, доктор системная ошибка. Николай Николаевич, поймите, что у нас много проблем, понимаете, и одна из которых наша стоматология, к сожалению, вы с вашими видео, которые пропагандируют социально опасную информацию, дают устаревшие неточные методики, по сути, это ложь, вранье, а стоматология, которые вы забиваете эфир, это очень характерно сейчас для глобализации, когда для того, чтобы отвлечь людей от основных реальных проблем, о которых я вам говорю, эфир информационный забивают в таком количестве, такой чушью, что кто с кем живет, кого ограбили риэлторы, почему поднялись цены, еще что-то такое, а реальной проблематики никакого решения нет. Поэтому видео мерзкое, неточное, ничего не дающее пациентам, типичное видео для канала правдивая металлогия балмасова. Комментарии не требуются.